бешеные безумные волны слушайте здесь очень много комаров тут нереальное количество обед стоит 135 гривен приехали на базар кукурузу возьму вот так вот мы выбираем самсунг мы пришли в кафе до мяса всем приветик сегодня снова просто бешеный ветер мы лежим в своем окопе вот видите кирпичи держат покрывала чтобы она не улетела море волнуется очень сильно в общем буду раздеваться и идти купаться потому что несмотря на то что сейчас рано все равно очень очень жарко вот чтобы вы понимали о чем я говорю мы вырыли такую как бы яму из песка чтобы эта стена она защищала от ветра но как-то так сейчас я пойду попробую водичку надеюсь что она теплая оставляю вас здесь любоваться этим прекрасным морем а вот и я к вам вернулась водичка очень теплая сейчас пойду купаться мне уже не терпится окуни окунуться в море ну и ветер конечно но все равно тепло по прогнозу вроде бы 29 градусов вечера конечно прохладные по таким волнам прикольно на круге плавать людей очень мало на пляже меня слышно очень мало людей на нашей базе и вообще практически нет смотрите вокруг нас много бустого места много бустого места и вот оно море бешеные безумные волны но круг не перекидывает только из-за того что он огромного размера это не детский круг на него нагрузка по моему от сорока восьми килограмм круг поменьше волны конечно же перекинут не сомневайтесь не сомневайтесь а 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 и а Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы пришли пораньше на обед, потому что вчера пришли без 23 и оказалось, что столовая уже закрыта. Мы остались без обеда, его перенесли на сегодня. Итак, обед стоит 135 гривен. Значит, здесь вот такой суп-харчо, но будем надеяться, что он вкусный. Арнаутка и котлета. Можно было выбрать гуляш, но мы взяли котлету. Хлеб, салат, компот. А где наши фрукты? Ты это видел? Боже, что с ним? После обеда мы пришли в парк, потому что очень жарко, мы решили посидеть где-то в теньке. Смотрите, какой здесь красивый фонтан. Правда, на лавочках везде солнце. Но зато тут красивые деревья, разные розы. Вдалеке пасется поник, который только что чуть не укусил меня за ногу. Вот. Вишенки растут. Можжевеловая роща. Ай! Меня укусил комар. Блин! Только не это. Смотрите, какие классные. Это черешня, да? Нет, это черешня. Листики, как у черешни, мне кажется. И ствол, как у черешни. Розы. Слушайте, здесь очень много комаров. Тут просто нереальное количество. Сейчас день, 2 часа дня, и они грызут. Если вы только заходите в траву, в сад, к примеру, они просто заедают. А только что мы получили по одному укусу. Когда мы шли в столовую, то там в холле огромное скопление комаров. Нам даже люди сказали, побыстрее проходите, иначе вас загрызут. Везде комары. Здесь комары, там комары. Везде просто невозможно даже днем посидеть на лавочке. Мы живем вон в том корпусе, так что пошли. Сейчас мы идем на море. Ай! Блин, еще один укусил. Ну за что? В общем, сейчас мы идем на море. Немного отдохнем. И потом вечером, может быть, поедем на соленое озеро. Мне кажется, здесь комаров очень много. Даже днем, наверное, невозможно открыть окно. Мы хотя бы живем на третьем этаже. Открыли и спокойно проветривается. Приехали на базар, который находится между Счастливцево и Стрелковым, возле горячего источника. Хотим купить черешни, кукурузы. Вчера было 15, сегодня уже 20. Говорят, большие кочаны. Кстати, черешня в этом году не очень уродила. И очень малая цена такая, не дешевая. Ну что, ты посмотрел, почему там кукуруза? По 20 гривен. Тут вот продают булки. Слойка 25, самса 20. На самсу, в основном, цены везде 20. Круги разные, надувные. На этом базарчике, мне кажется, дешевле. Хотя мы даже в супермаркете нашли дешевый круг. По 70. Черешня по 65. А какую мы в прошлый раз брали? По 60. Будет такая? 65. А, дороже. А уже потому, что ее в этом году мало, если вы так заметили. На этом базаре, кстати, самый большой выбор рыбы соленой. Как вы видите, людей особо нет в 3 часа дня. Вот такую кукурузу возьмем. Сейчас выберем самую большую. Черешня по 70 гривен. По 65 отдали. Ну, крупная, вкусная. Сейчас идем к машине и поедем на нашу базу. Я, может, самсу еще куплю. Ой, ты же сказал, что ты кушать не хочешь. Не пойму. Мне кажется, лучше кукуруза, чем самса. Тут лепешки продают. Кафе. Вот так вот мы выбираем самсу. Да я пока не хочу. Да не хочу. Сколько вам? Одно. Что сей? Такого не видел. Все, умирает. Я хоть посыплю. Интересно, что там было. Стоимость этой самсы 40 гривен. То есть, если обычная везде по 20, то это 40. А, смотри, меня хоть не облеет. Вот такая замечательная самса. Ну что, есть юшка? Вообще она чем-то... Боже мой. Сухая. Не, ну, непонятно. Не сухая? Ну, юшки нет. Хрустящая. Да, хрустящая. Вот такой купили лавашик. Я на пляж взяла кусочек. Согнем помидор. Класс. А ты мне дай сосиску. А их нет. Ну, как выпало. 40 гривен такая самса. Мясо не фарш, а кусочками. Не, не обычная, а очень вкусная. Рекомендую. 7 часов вечера. Мы до сих пор купаемся. Волны немного утихли. Правда, появились водоросли. Вы можете видеть их сейчас у берега. Но на дне их гораздо больше. Они просто обивают ноги, и в них можно запутаться и упасть. Мы пришли в кафе до мяса. Впервые. Я заказала вот такое куриное филе в кисло-сладком соусе. Картошку по-селянски. И что это? Шашлык. Шея. Да, шея. Шашлык и шея. Также у нас лимонад. Приятного. Спасибо. Спасибо. Вот смотрите, здесь такие прекрасные лампы для отпугивания комаров. Вот я понимаю. Но все равно их здесь очень много. Людей мало. Опять, после праздников все куда-то уехали. Разбежались. Сейчас уже начало 10-го, а людей все нет. Странно. Хочу вам еще показать очень полезные вещи, которые я взяла для отдыха. Заказ я делала по каталогу Фаберлик. Если вас что-то заинтересует, то ссылочку оставляю внизу под видео. Переходите и смотрите. Выбирайте. Значит, здесь у меня молочко для тела после загара. Если вы немного обгорели, вечером после душа на чистую кожу носите молочко, сразу почувствуете прохладу и уже на утро не будет и даже следа покраснения. Пользуюсь им каждый день. Обязательно берите спрей солнцезащитный с фильтром SPF 15. Мне, в принципе, этой цифры хватает. Он всегда нас защищает от обгорания. Но наносить нужно, конечно же, несколько раз в день. Для губ я взяла вот такой бальзамчик с SPF фильтром 30. Если вы, к примеру, забыли крем для лица, можете нанести его на нос, потому что он обгорает в первую очередь, или на щеки. Также у меня есть зубная нить. В поездке всегда пригодится. Вот такая с мятным вкусом. Беру уже не первый раз. Что-то такое интересное. А это зажимы. Если вы, например, открыли пачку с чипсами, то вот просто скрепляете ее с зажимом. Видите, какой он прочный? Силиконовый, розовый и голубой. А это органайзер. Стараюсь в каждую поездку брать разные органайзеры, чтобы все вещи хранить в одном месте. Вообще он предназначен для обуви. То есть ставите сюда обуви, вот так вот закрываете. Но я здесь буду перевозить и хранить различные вещи. Вот такое большое отделение, какую-то одежду. Сюда можно положить что-то мелкое. А верхнее отделение сеткой полупрозрачное. Это для того, чтобы вы видели, что тут лежит. Тут, допустим, можно хранить какие-то документы. Или то, что всегда должно быть под рукой. И также у меня есть вот такие шортики. Эти шортики я брала специально для лета. Потому что они сделаны из вискозы. В них будет очень комфортно, не жарко. Размер у меня XS. И сели они, ну так, в облипку. Если бы я знала, что они имеют такой фасон, то взяла бы, наверное, размер S. Но, в принципе, они мне не жмут. Красиво смотрятся на мне. И поэтому менять не буду. Вот такое очень нежное, замечательное кружево. Эластичная резинка. Опять же, не давит. И шортиками я очень довольна. На этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. И всем пока.